МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Меры борьбы с распространением в регионе запрещенных веществ обсудили в правительстве области на заседании антинаркотической комиссии. Одними из основных проблем для ЕАО являются наличие значительной сырьевой базы и близость мест произрастания марихуаны, а также обширный круг потребителей дурман-травы. Ежегодно из общей массы наркотических средств, изъятых правоохранительными органами, более двух третьих объема занимают наркотики каннабисной группы. Для борьбы с их распространением особое внимание уделяется уничтожению мест произрастания конопли. За последние три года в результате проведения межведомственной оперативно-профилактической операции МАК удалось на четверть снизить количество мест произрастания, площадь которых сокращена в два раза. Результатом принимаемых мер явилось снижение количества изъятых у населения наркотиков данного вида. Борьба с дикорастущей коноплей ведется в тесном взаимодействии с администрациями муниципальных районов, привлекается техника фермерских хозяйств. Благодаря этому за последние три года удалось уничтожить более 700 тонн дикорастущей марихуаны. Руководство областного управления МВД в качестве положительного примера приводит организацию такой работы в Биробиджанском и Ленинском районах автономии. Никита Натапов, Кирилл Богаченко, Новости 21. Отчетный концерт ансамбля танца «Овация» состоялся на главной концертной площадке области. Коллектив Биробиджанского колледжа культуры и искусств представил свою новую программу. Это название нашего концерта «Как ты прекрасна, Россия моя». Сегодня мы в концерте покажем очень много хореографических постановок разных народов, проживающих на территории нашей страны. У нас также в концерте принимает участие молодой коллектив. Это фолк-группа «Душа России», руководитель Ольга Нищенко, наш преподаватель, баянист Владимир Анатольевич Казенец, ну и все, и наш ансамбль. Ощущение слияния с историей уникального еврейского базара придало наблюдателям за действием главная премьера концерта «Сюита» на еврейской улочке. Руководители ансамбля сделали миниатюру по образу еврейского танца «Наше местечко». Это большая хореографическая форма, соединяющая несколько танцевальных жанров и образов героев в общий художественный замысел. Так как у нас в ансамбле до этого представлены были не так часто еврейские вообще номера, не только про «Сюита» не говорю, просто номера. Это было очень интересно. Естественно, мы учили не только движение, нам все это рассказывали, о чем будет эта «Сюита». Было интересно именно попробовать еврейский танец у нас в ансамбле. Каждый из 18 номеров отличался своим рисунком, темпераментом, национальной окраской. Еще один премьерный танец «Как ты прекрасна, Россия моя» стал финалом отчетника и дал название всему концерту. Аплодисменты заполнивших зал зрителей стали наградой артистам, а присутствующие специалисты отметили традиционно высокий исполнительский уровень студентов колледжа и оригинальность номеров. Вячеслав Пасманик, Екатерина Кувалдина, Кирилл Богаченко, Новости 21. В течение двух дней в зале стадиона «Дружба» проходил чемпионат еврейской автономной области по баскетболу среди мужских команд. В соревнованиях приняли участие шесть баскетбольных коллективов, представляющие районы области Ибербиджан. Включение молодых игроков стало особенностью турнира этого года. Молодые спортсмены придали динамику играм и сами получили неоценимый опыт. Очень много старших школьников, которые стараются, плюс опытные игроки, сплав молодости и опыта. Думаю, что тоже есть перспективы у Облучинского района, у Октябрьского района. То есть баскетбол живет в районах, люди занимаются и приезжают сюда. Итог – это областные соревнования. Повторили результат прошлого года и вышли в финал чемпионата команды опытных игроков Биробиджана и студентов Преамурского государственного университета имени Шалом Олейхима, представляющих Биробиджанский район. Средний возраст команды областного центра был значительно выше, чем у оппонентов. Но опыт, а также тот факт, что в физической подготовке они также не уступили, позволили им одержать победу в главном матче со счетом 52-41. Мы уже как бы возрастные, но все равно пока еще бежим. Ребята неплохие, студенты, уже первый, второй, третий курс подтягиваются, опыт набирают. Они играют постоянно в чемпионате АСБ студенческого баскетбола. Мы вот собираемся два раза в год, но пока еще опыт берет свое. Но молодые уже наступают на пятки. Медали за третье место завоевали спортсмены Ленинского района, составившие достойную конкуренцию победителю. Команда Биробиджана подтвердила статус фаворита. Но общий уровень турнира показал, что баскетбол сейчас в области на подъеме. Екатерина Кувалдина, Кирилл Богаченко, Новости 21. Смотрите далее. Он стал автором знаменитого шницеля по-биробиджански. 110 лет исполнилось со дня рождения Якова Блехмана, легенды поварского искусства области. Сегодня среднее, завтра высшее. О поступлении в университет для получения среднего профобразования говорили на Авторадио Биробиджан. О его таланте писали в центральных СМИ Советского Союза, в газетах и журналах за рубежом. Сегодня исполняется 110 лет со дня рождения знаменитого биробиджанского повара Якова Блехмана. Яков Исаакович собирал рецепты различных еврейских блюд. Корпел над старинными кулинарными книгами. Впервые он ввел в общепит еврейскую национальную кухню, чего еще не было в Советском Союзе. Его наивысшим кулинарным достижением считается шницель по-биробиджанским. Блюдо было и остается визитной карточкой еврейской автономии. Мастер поварского искусства вырастил много достойных учеников, передав им секреты и еврейской, и других национальных кухонь. Много почитали книг, посмотрели рецептуры, как это готовится. Нашли человека, который работал именно с этим человеком, знаменитым поваром. Она работала с шефом кафе «Уют». Раньше было такое кафе. Все, наверное, знают биробиджанцы. И мы ее пригласили. И она нам показала, рассказала, как приготовить правильно наш шницель по-биробиджанске. Один из участников традиционного фестиваля «Шницель по-биробиджанске» известный ресторан областного центра «Симхакашер» старается продвигать традиции и совершенствует подачу блюда, сохраняя память о его создателе. Готовят шницель не только профессиональные повара. Он хорошо представлен и в домашней кухне столицы автономии. Многие еще помнят отменный вкус блюд, которыми любил подчивать посетителей Яков Блехман. Это легенда, это слава, это визитная карточка нашего любимого города. Мы много раз ходили в ресторан «Биробиджанске». Мы кушали этот шницель. Я сейчас дома готовлю, внукам своим, и они очень довольны. Я работала в это время, мы ходили в их ресторан очень хорошо, очень пользовался он этим. И если у кого-то были именины, то первый он был на столе. Я даже в Праге был в Москве, в ресторан. Там пишут шницель по-биробиджански. Они знали, что мы с Дальнего Востока, там в командировке был. Так даже близко, даже на нюхни это. Я заказал, думал, что это будет что-то похожее. Нет. Нигде в мире так не готовили. Сам автор многочисленных еврейских блюд не считал себя знаменитым. Он говорил о себе, как о обычном поваре. Но благодарные земляки чтят его память. На одном из жилых домов по улице Горького в Биробиджане Якову Исааковичу установлена мемориальная доска. Добрую память о профессионале, настоящем патриоте родного города, хранят его коллеги по цеху и все те, кто и сегодня выбирает в меню блюда от дяди Яши. О том, как без ЕГЭ на базе 9 или 11 классов поступить в ВУЗ, чтобы получить среднее профессиональное образование и о преимуществах такого обучения в Преамурском Госуниверситете имени Шалома Лейхима говорили сегодня на Авторадио. На эти вопросы ответила проректор по среднему профессиональному образованию, директор факультета среднего профессионального образования ПГУ имени Шалома Лейхима Людмила Лукьянова. Для того, чтобы поступить на программы среднего профессионального образования, необходимо выдержать конкурсное испытание. Конкурсное испытание – это конкурс аттестата. То есть абитуриент в приемную комиссию подает аттестат об окончании 9 классов, то есть основного общего, либо аттестат об окончании 11 классов среднего общего образования. Никаких конкурсных испытаний нет. Чем выше средний балл аттестата, тем выше шансы на зачисление. Спектр специальностей для освоения очень широк. Это информационные системы и программирование, техэксплуатация объектов электроэнергетики, монтаж и ремонт промооборудования, землеустройство, конструирование одежды, экономика и бухучет, банковское дело, юриспруденция, коррекционная педагогика, обогащение полезных ископаемых. Освоив одну из этих специальностей на среднем уровне образования, легче поступить в ВУЗ и получить высшее. Все подробности в записи эфира на портале reabir.ru. Дмитрий Егерев, Богдан Патрин. Новости 21.